Приветствую вас, друзья, и сегодня мы посмотрим на мобильную игру под названием Bass Simulate Indonesia. В игре представлены три режима, это свободная карьера и полноценный мультиплеер, но в оффлайне вы сможете поиграть только в открытый, в свободный режим, даже в гараж не сможете зайти, не говоря уже о магазине. И в первую очередь меня впечатлила кастомизация автобуса. Кастомайз здесь очень обширный, вот давайте зайдем в гараж. Посмотрите, мы, во-первых, можем собственный скин разработать или скачать уже готовый. Вот здесь вот такое специальное меню. Просто перекрасить вроде как автобус нельзя, по крайней мере, я такой опции не нашел. Далее мы можем навешать, друзья, на автобус практически все, что угодно. От аксессуаров до каких-то светодиодных лент, мигалок и так далее. Вот смотрите, наверх, допустим, мы можем вот такую вот деталь разместить. Далее мигалка, смотрите, вот так вот понавешать все, что угодно. Практически еще одну мигалочку, например, установить. Сюда вот какую-то решетку непонятную. Не совсем понятно, для чего она нужна. Давайте посмотрим, что можно разместить внизу. Вот такой вот кенгурятник. И теперь, на самом деле, автобус смахивает на тюренной даже немного. Сбоку еще что-то можно присобачить. Куча здесь всего, друзья. Можно захламить свой автобус. С всякими деталями дополнительными. Также можно и в салоне что-то поменять. Вот поставить сюда какой-то аксессуар, например. iPhone X другие. А чечки вот так вот положить. Не, на самом деле, здесь в интерьере маловато что-то аксессуаров. И на все это тратится опыт. Насколько я понимаю, у нас сейчас 125 тысяч. Репы, так сказать, и за 20 тысяч. Мы, например, кепочку можем приобрести. Естественно, пока что ничего не будем ставить. Да, вот они. Всякие ленты дополнительные. Мигающие. Посмотрите. Выглядит неплохо, конечно. Но пока мы, наверное, вешать на автобус ничего не будем. Вот это выглядит, как полицейская мигалка вообще. Вот сейчас. Так. Мы еще в салоне можем что-то изменить, да? Можем что-то наверх нацепить, друзья. Вот такую вот красоту. Такие занавесочки, например. Ёлочку. Или кубики. Короче, здесь достаточно много всего. Именно в кастомайзе. Даже звук-сигнал, друзья, можно изменить. Судя по всему. Но пока что мы это проверять не будем. Покрышки можно также. Менять диски. В общем, вот такой вот полноценный кастомайз автобуса. Пока что мы ничего менять не будем. Давайте немного прокатимся. Начнем, естественно, с карьеры. Итак, насколько я понимаю, нам нужно выбрать город отправления. Ну, давайте пусть будет Сурабая. И, похоже, мы с вами вольны выбирать также конечную точку. Да, мы сами постраиваем маршрут. Хотя это карьера. Очень странно даже. И в итоге нам показывают, сколько мы заработаем за эту поездку. Окей, давайте небольшую поездочку совершим. Хотя, на самом деле, кажется, она большой. Не знаю, сколько нам времени потребуется, чтобы доехать от начала до конца. Итак, давайте смотреть на элементы управления. Во-первых, свободной камеры тут, похоже, нет. Либо нужно переключить ее. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, это фоторежим. Это не смена камеры. У нас есть вид от первого лица. Вид сверху. Так, и вот она, свободная камера. Мы можем осмотреть, как мы в стороночке сидим, друзья. Наш водитель автобуса. Находимся мы на автобусной стоянке. Давайте переключаемся на вид от первого лица, наверное. Что здесь еще есть? Конечно же, дворники. Можем также, друзья, эвакуатор вызвать. Либо за 20 тысяч очков, либо посмотрев рекламу бесплатно. Так, далее. Что у нас есть здесь? Аварийка, друзья. Это у нас дальний и ближний свет. Окей. Поворотники. На самом деле, очень спорное решение, конечно, весь интерфейс делать в белом цвете. Потому что я нихрена не вижу. Только если вот так вот камеру повернуть, то я, наконец, вижу эти стрелочки поворотников. Так, ну, это у нас двери. Открытие-закрытие, насколько я понимаю. Или что это? Нет, похоже, друзья, это различные сигналы присутствуют у нашего автобуса. Да, двери же не открылись. Да, видимо, для открытия дверей нужна всего лишь одна кнопочка. Вот эта вот. Да, действительно, открывается и задняя дверь, и передняя сразу одновременно. Так, это у нас передача. Можем воткнуть заднюю. И, я так понимаю, мы можем дополнительно заглушить или завести автобус. Ну что ж, мы разобрались с вами в управлении. Давайте включать свет. И погнали. Разворачиваемся. Там мужик какой-то, смотрите, стоит. Или это наши пассажиры, кстати. Куда нам вообще нужно? Давайте посмотрим на навигатор. И, на самом деле, навигатор нас отправляет уже, видимо, к месту назначения. Но здесь какие-то люди стоят. Нам нужно их забирать вообще? Где наши пассажиры? Ладно, давайте подъедем сюда. Может быть, это все-таки наши пассажиры. Потому что на мини-карте, на GPS-навигаторе, точнее, ничего не отморожается. Так, мы подъехали, друзья. Остановились здесь. Да, и все автоматически, кстати, происходит. Это наши туристы, видимо. Они забираются, смотрите, заползают внутрь, в автобус. И сейчас они находятся уже внутри. Ну-ка, давайте посмотрим, как это выглядит. Честно говоря, они просто исчезли. Блин, я ожидал, что они хотя бы будут отображаться. Но нет, друзья. К сожалению, нет. И теперь внизу отображается количество пассажиров. 5 пассажиров у нас. 67 литров топлива. Также наши поинты, наши очки и скорость. Ну все, мы можем отправляться, друзья. Пассажиры есть. Топливо у нас есть. Хотя тут рядышком заправочка, кстати. Зеркало рабочие. Причем разрешение в них нормальное. Что удивительно так. И вопрос теперь в том, как отсюда выехать. Ну, скорее всего, где-то вот здесь он будет выезд. Нужно будет немного вернуться назад. Да. И вот он выезд, друзья. Так, физика есть, и она неплохая, друзья. Я только что чуть не перевернул автобус. Это что за школьники? Это что, несанкционированный школьный митинг? Блин, я бы пошутил про Навального, но, пожалуй, не буду. С первым сентября вас, ребят. Удачи. Так, мы выезжаем. Здесь нам нужно где-то развернуться, но не особо понятно, где это сделать. А, здесь же левостороннее движение. Блин, друзья, я по встречке поехал. Потихонечку разворачиваемся. Сейчас опробуем подвесочку. Тихо, мужик! Аккуратно. Да, подвеска, смотрите, отлично работает. Автобус как следует покачивает. И мне кажется, если резко повернуть, то мы можем с легкостью перевернуться вообще. Так, залетаем сюда. Что там в зеркалах? Нормально. Но FPS просаживается в зеркалах, как будто 5 кадров в секунду там максимум. Но зато хотя бы все видно прекрасно. Немного неудобная камера. Хочется ее немножко вот так вот направо повернуть, но зафиксировать ее нельзя, к сожалению. И не очень чувствуются размеры автобуса из-за того, что не совсем правильно сидишь. Хотелось бы вот так вот как-то сесть. Может быть, в настройках можно отрегулировать, но я уже смотреть не буду. Так, смотрим на GPS-навигатор. Пока что нам просто прямо. Здесь трафик достаточно густой, смотрите. Надо последить немного за другими автомобилями. Посмотреть, врубают ли они вообще, втыкают ли они поворотники или просто так гоняют без поворотников. Но задний свет у них работает, по крайней мере, при торможении как минимум. Так, давайте перестроимся. Наверное, сзади вроде никого нет. Проследуем за вот этим черным автомобилем. Здесь постоянно встречаются на обочинах люди, которые махают при этом. Может быть, их как-то тоже можно взять с собой. Например, увеличить наше общее количество пассажиров. А может быть и нельзя, не знаю. Может быть, они просто так у обочины стоят. Но в таком случае это странно. Так, мы выезжаем с кругового движения и продолжаем нашу поездку по прямой. Блин, раскачивается, конечно, автобус дичайше. Я даже переживаю, что могу перевернуть весь автобус. Вместе с пассажирами. Вот, смотрите, кто-то стоит и машет руками. Давайте попробуем подъехать. Может быть, и школьники могли к нам залезть в автобус. Можешь садись? Метки просто никакой нет. Видимо, все-таки мы не можем. Или можем. Можем. Смотрите, я сам открыл дверь. Да, и мы можем попутчиков еще брать, похоже. Помимо основных пассажиров. Так, все. Плюс один пассажир, друзья. Больше бабок с вами заработаем. Интересно, отвозить его туда же, куда и остальных. Или он может потребовать, например, остановиться, не доехав до конечной остановки. Так, нам, кстати, надо поворачивать. Хорошо, что я посмотрел на навигатор. Потихонечку сюда заворачиваем. Пока эта игра выглядит достаточно неплохо. Очень длительные поездки, судя по всему. Проработан мир достаточно. Графон, конечно, не супер. И это пока что единственный, наверное, минус. Наверняка здесь, конечно, можно еще какие-то минусы отыскать. Это все же не идеальный симулятор водителя автобуса. Но вполне приятный, мне кажется. На первый взгляд, как минимум. Так, мы здесь немного разгонимся. А мы можем открыть, кстати, карту. Если я жму на навигатор, ничего абсолютно не происходит. А если я поставлю игру на паузу, здесь у нас только настройки. Кстати, нихрена себе, как темнеет. Зато плавно, друзья. Дождь пошел. Так, выбан дворники. Капли есть на стекле, друзья. Дворники работают. Они капли эти убирают. Разводов, конечно, никаких нет, к сожалению. Хотя бы это реализовано. И мне нравится, что здесь поистине густой трафик. Посмотрите, мы постоянно в каком-то потоке едем. Даже небольшие пробочки изредка организуются. Блин, реально неплохая игра. Так, сзади нас еще один автобус. Я, кстати, возможно, еще кучу народа пропустил. Не обращал внимания, не смотрел на обочины. Может быть, там еще были какие-то попутчики. Блин, надо было школьников, конечно, взять. Теперь они там стоят и не успеют в школу на 1 сентября. Так, втыкаем поворотничка. Нам нужно поворачивать. Желтый свет, кстати. Причем желтый светил достаточно длительное время. В отличие от российских светофоров. Да, поворотник я не включаю, друзья. По крайней мере, вон тот автобус, который впереди. На противоположной стороне. Смотрите, у него поворотник включен. Так, аккуратненько заворачиваем. Поворачиваем. И отправляемся дальше. Здесь, видимо, какие-то парковочные места. Или это просто дом строится. Сколько нам интересно ехать еще? Под 70 мы давим. Здесь на этих улицах небольших. Да, вот если бы я здесь разогнался где-то 120 и резко повернул на этом повороте, я бы, наверное, почти наверняка бы перевернулся. Так, мы выезжаем, наконец, из города, друзья. Здесь у нас зелень и снова достаточно большое количество различного трафика. Особо сильно мы здесь не разгонимся. Будем тащиться, видимо, на протяжении длительного пути 60-50 километров. Мы можем, конечно, обогнать, друзья, по левой стороне, например, нарушить и попробовать. Но, боюсь, как бы мы не перевернулись. Или дождаться, пока на встречке никого не будет. И быстренько обогнать. Или, может быть, даже посередине, кстати, получится. Но я даже не знаю, рискнуть или нет. Или тащиться. Ну-ка, давайте врубим свободную камеру. И хотел я сказать, посмотрим, вместимся ли мы посередине по габаритам. Но, друзья, внезапно началась реклама. И весь трафик ресетнулся, как вы видите. Он снова респаунится заново. А возле меня никого не осталось. Так что, в принципе, все благополучно. Решилось достаточно. Хотя вот сейчас мы опять подъедем. И тут толпа. Так, какие-то жилищные массивы. Что у нас там по топливу? 58 литров достаточно. Топлива достаточно. Хотя заправок я здесь особо не вижу. Так, ну что, давайте посерединке вот так вот аккуратненько попробуем поехать. Не, мы все-таки не помещаемся, по-моему. Или помещаемся. Потихонечку. Да, помещаемся нормально, друзья. Можно вот так вот обгонять. Так, нормально. Сейчас вообще на встречке никого нет. Вон, кто-то заспаунился. Мы быстренько смещаемся вот сюда вот. Не, на самом деле уже не такой сильный поток на встречке. Так что мы можем выбирать тайминги. Вот сейчас, например. Хотя нет, не успею уже. Заворачиваем обратно. Посмотрите, какие исторические достопримечательности. Какие-то старенькие домики. Так, ладно, давайте снова пролезать, наверное, вот здесь вот по центру. Аккуратненько. Сколько нам ехать? Вот непонятно единственное. Сколько нам еще осталось ехать? Нигде об этом не написано так. Ребята, давайте подвезем. Пропустим. Тихо-тихо-тихо, братан. Тебя я не хотел пропускать. Я пропустил только впереди идущий автомобиль. Так, нормально, еще три туриста, друзья. Спереди они все залезают. Да, жалко, что не отображается никто внутри автобуса. И общее количество пассажиров у нас уже девять, друзья. Мне нравится, что дождь достаточно длительное время идет. Он не заканчивается, как во многих подобных играх, за минуту. А он действительно какое-то время постоянно идет. Вот тучи сгустились. Так, ну что, мы пролезать сейчас будем опять. Тащиться, честно говоря, не хочется. В очередной раз. Со скоростью 60 км в час. Так что мы вот здесь выезжаем. Сейчас быстренько вот так вот прорвемся. Надеюсь, я не протаранил того чувака. Ну ничего страшного. Вроде как здесь штрафов нет. Хотя, может быть, и есть. Я на красный еще не проезжал. Так, ну вот, дождик и закончился. Сейчас можно... Капли, кстати, до сих пор остались. Или это капли на моем мониторе? Нет, все. Теперь исчезли. Вырубаем дворники. Интересно, здесь только такой дождик или есть еще дикий ливень, например. И совсем небольшой. И мы поворачиваем, друзья. Вот сюда вот. Мне показалось, здесь одностороннее движение, но это не так. Снова какие-то магазинчики. Опять эти домики. Блин, мне кажется, мы половину пути не проехали, друзья. И здесь, похоже, действительно очень длинные маршруты. Так, вот еще, ребятки. Давайте тормознем. Заваливайтесь. Отлично выглядишь, мужик. Там с ребенком даже дамы, смотрите. Выглядят, конечно, эти человечки не очень, но они зато проработаны. Хоть и много одинаковых встречается. Даже дамы с ребенком есть. А вот, друзья, и заправочка. Сколько у нас там? 54 литра осталось. Но давайте заедем на заправку. Под конец посмотрим, как здесь вообще осуществляется заправка. Скорее всего, просто нужно на метку. Заехать. И все будет автоматически срабатывать. Но все же нужно проверить. Мне кажется, действительно, мы и половину где-то не проехали. Здесь огромные маршруты. Было бы здорово, если бы была возможность сохранить позицию свою в этой игре. Так, заворачиваем. Вот сюда нам нужно паркануться. Аккуратненько. Так, и да, мы просто выбираем количество литров. 2220, кстати. Давайте до сотки, наверное, зальем. Вот так вот, за полторы тысячи. Или можно бесплатно, посмотрев рекламу. Но я лучше воспользуюсь деньгами, друзья. У меня там вроде было неплохое количество. Смотрите, даже анимация есть. Плавная камера переходит на бензоколонку. И вот таким вот образом мы заправляемся. Все, 100 литров есть. Да, мы можем отправляться дальше. Даже не надо было глушиться, кстати. В отличие от Евротрака того же. Ладно, друзья, на этом мы остановимся. Если вам понравилась игра и вы хотите увидеть продолжение, обязательно пишите об этом в комментариях. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео.